Сегодня в Казахстане ежегодная сумма госинформ-заказов составляет более 50 миллиардов тенге. И это даже больше, чем рекламный рынок страны. Львиную долю обычно получают агентства Хабар, корпорация Казахстан, далее идут газеты Егемен Казахстан и Казправда. Государственные телеканалы на вопросы о финансировании отвечают как истинные дипломаты, обходя острые углы. Во сколько же в итоге обходится налогоплательщику очередной ток-шоу или сериал «Коммерческая тайна»? А поэтому о соотношении цена-качество рейтинг рядовому обывателю остается лишь строить догадки. Министр сообщила только то, что в Казахстане будут пересмотрены подходы господдержки СМИ. Будут пересмотрены подходы государственной поддержки средств массовой информации. Будет создана единая система размещения государственного информационного заказа на республиканском региональном уровне с внедрением оценки его эффективности и качества. В рамках антикризисных мер на сегодня парламентом Республики Казахстан одобрены поправки в законодательство, предусматривающие освобождение от уплаты налогов и обязательных отчислений с фонда оплаты труда на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Государственное задание получает каждый год только 10 СМИ. Эти СМИ безо всяких конкурсов получают эти деньги ежегодно. В итоге получается абсурдная ситуация. Чем меньше канал смотрят, тем больше он получает денег от государства, говорят эксперты. И в этой связи у специалистов возникает резонный вопрос. Для чего это делается? Если государство хочет рассказать и разъяснить казахстанцам свои инициативы и принятие очередных законов, то логично было бы предположить, что такие материалы должны размещаться там, где их увидят большинство жителей страны. С печатными СМИ немного проще. Можно обязать бюджетников оформить годовую подписку. Правда, прочтет народ эти газеты или нет, это уже другой вопрос. Поэтому министры и спросили, зачем вообще нужен госзаказ. Этот вопрос тоже не один год обсуждается и не только в нашей стране. И с учетом, что наш медиарынок не очень развит, наверное, сегодня это единственный способ противостоять зарубежному контенту. И я еще раз хочу отметить, что система государственного социального заказа как раз нам позволяет, чтобы в эфире появились такие телеканалы, как Елерна, Балапан, буквально завтра появится канал Абай-ТВ, до 1 сентября канал Альфарапи. И, конечно, это только возможно посредством Минфорума госсоцзаказа. Поэтому это единственный способ, потому как коммерческие каналы такой продукт производить не будут, потому что они не конкретно способны на рынке. Домой к каждому казахстанцу не придешь и телевизор не включишь. С точки зрения пиар-технологий, деньги налогоплательщиков просто вылетают в трубу, говорят некоторые юристы. Если же такая политика направлена на спасение утопающих, чтобы не дать телеканалам закрыться, потому что сами они не выживут, тогда государство оказывает медвежью услугу целой отрасли. Такая политика убивает конкурентную среду, каналам не нужно бороться за зрителя, ведь все равно при любом раскладе деньги свои они получат. Одним из путей решения тупиковой ситуации общественники и специалисты называют приватизацию СМИ. Они предлагают отпустить часть средств массовой информации в свободное плавание, оставив на балансе всего пару изданий. Но вот пойдет ли на это государство, сказать трудно. Бауржанший Ахмед, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.